Диана Латышева Диана Латышева Диана Латышева Матч начался с церемонии открытия, на которой были представлены игроки обеих сборных. Затем зрителей порадовала сборная команды КФУ по фитнес-аэробике своим показательным номером Ламбада. И вот раздался свисток о начале матча. В первых минут был виден высокий прессинг и очень хорошие комбинационные атаки обеих команд. В концовке первого тайма Альфир Музафаров открыл счет в матче и вывел набережный Челнинский институт вперед. И под занавес первой половины Марсель Шейхулин удвоил преимущество Челнов. В перерыве экономистам нужно было набраться сил и что-то предпринять, чтобы вернуться в игру. А пока команда отдыхали, на площадке выступила с показательным номером сборная команды КФУ по хип-хоп направлению. В начале второго тайма Челны довели счет до разгромного 3-0. Дублем отметился Альфир Музафаров. После пропущенного гола экономисты выпустили пятого полевого игрока, чтобы суметь вернуться в игру. И на восьмой минуте матча Денис Цыпко сокращает отставание от Челнинского института. Следом Рамиль Загиров сократил отставание до минимума 3-2. Экономисты проводили атаку за атакой, но забить больше не сумели. И в концовке матча Альфир Музафаров оформил хэт-трик, поставил точку в матч и принес своей команде победу. После окончания матча команды выстрелились для получения кубков и медалей. Также было в награждение лучших игроков Кубка КФУ. Лучшим вратарем Кубка КФУ по мини-футболу становится Феми Панкрас Дассу Бонавантюр. Институт механики и математики имени Николая Ивановича Лобачевского. Лучшим защитником Кубка КФУ по мини-футболу стал капитан команды набережной Челнинского института Раиль Юсупов. Лучшим бомбардиром Кубка КФУ стал Леонид Паренюк. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем. И лучшим игроком Кубка Казанского федерального университета стал Рамиль Загиров. Институт управления экономики и финансов. Затем серебряными медалями, дипломами, личными грамотами и сладким подарком наградили команду Института экономики. И, наконец, самым главным моментом данного турнира является вручение долгожданного Кубка КФУ. Команде набережной Челнинского института. Была очень напряженная игра, которая держала до последних секунд нас в напряжении. Мы повелись с отсчетом 3-0. Чуть-чуть расслабились, к сожалению, и довели до нервотрепки в конце. Но хорошо, что мы победили и забрали этот кубок к себе. Таким образом закончили соревнования по мини-футболу среди мужских команд в рамках Кубка КФУ. На протяжении турнира спортсмены успешно заявили о себе, показали хороший футбол. А мы вместе с ними переживали победы и поражения. Владислав Кузора, Неделя спорта. 12 декабря в спортивном комплексе «Баско» прошел очередной матч в студенческой хоккейной лиге Республики Татарстан. В этот раз на лед вышли команда Казанского федерального и сборная Книтук-ХТИ. Об исходах матча нам расскажет Елизавета Гущина. 12 декабря в СК «Баско» прошел чемпионат студенческой хоккейной лиги РТ. В этот вечер на льду сражались две команды – хоккейная команда Книтук-ХТИ и команда Казанского федерального университета. С первой минуты федералы были настроены серьезно. Игроки команды прижали соперников к их стороне поля и сделали несколько попыток получить заветное очко. Однако с пятой минуты химики оживились и так и не дали противникам попасть в свои ворота. В первом периоде не обошлось без жестких моментов и даже удаление игрока Кахты на 14-й минуте. Но счет оставался прежним – 0-0. Второй же период принес сборной Кахты целых два очка. Одна шайба была забита на шестой минуте, вторая же с помощью штрафного удара с ходу – булита. Третий период сумел по-настоящему удивить не только болельщиков, но и самих тренеров. Дисциплинарное взыскание получил игрок команды КФУ и был отстранен до конца игры за конфликт прямо на льду. Возможно, это и помогло команде Кахты забить еще две шайбы на шестой и на 12-й минутах матча. Игра была яркой и окончилась со счетом 4-0 в пользу команды Кнету Кахты. Елизавета Гущина, Владислав Кузора, Неделя спорта. На прошлой неделе в Казанском баскет-холле в рамках Кубка России прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и буги-буги. В них приняло участие более двух тысяч человек. В столице Тарастана приехали действующие чемпионы мира и Европы. Подробнее в сюжете – Ксения Уваровской. Уже перед выходом в зал доносили звуки энергичной музыки и овации, а сквозь приоткрытую дверь виднелось световое шоу. На этом этапе стало ясно, что чемпионат обещает быть зрелищным. Судейской коллегии предстояло определить лучших спортсменов среди 14 дисциплин. Они включали в себя спортивные пары и групповые выступления. Танцевальные дуэты и команды выходили не только под классический рок-н-ролл, стандарты которого сложились больше 60 лет назад. Музыка звучала самая разная, даже в стиле диско. Стоит отметить, что в данном виде спорта важны техника и артистизм. Требования к артистизму в акробатическом рок-н-ролле даже выше, чем в фигурном катании. Судьи очень строго оценивали уровень танцевального мастерства участников и делали это по нескольким критериям. Тем временем в репетиционном зале каждая команда отрабатывала прыжки и броски ногами, что является основными элементами в акробатическом рок-н-ролле. Повсюду виднелись роскошные костюмы, стразы и перья. Чувствовалась безумная энергетика. В глазах каждого участника горел огонек, который вселял уверенность в их победу. Также участникам предоставлялась возможность следить за выступлениями своих конкурентов на экране телевизора. Конечно же участников очень много и все они готовились к данному мероприятию. Это важный турнир для каждой команды и на них очень интересно смотреть. Мы расцениваем их силы как хорошие. Тем временем в зале царила атмосфера праздника. Свет софитов, ритмичная музыка и огромное количество ярких костюмов. Все это приколывало взгляды судей и болельщиков. Сверхбыстрый темп, эффектные вращания, головокружительная акробатика. Именно это посчастливилось увидеть зрителям. Продолжительность выступления всего полторы минуты. В групповом номере три минуты. Но за это время спортсмены продемонстрировали нам множество танцевальных движений, а также акробатических трюков. Вечером 14 декабря Кубок России завершился. Победители получили заветные медали, а остальные участники увезли домой незаменимый опыт. Ксения Уваровская, Максим Журобоев, Неделя спорта. 15 декабря в спортивном комплексе «Уникс» состоялся шестой традиционный Кубок Института физики по мини-футболу. В этом году за право быть его обладателем боролись четыре сборные. Выпускники КФУ и КГУ. Сборная магистрантов, а также сотрудники и аспиранты университета. Подробнее нам расскажет Евгений Романов. В первом полуфинале сражались магистранты и сборная выпускников КФУ. Матч был очень напряженным. Обе команды старались взять игру под контроль и задавить соперникам мощным прессингом в чужой зоне и грамотными позиционными атаками с завершающим ударом. Несмотря на старания обеих команд, удача обернулась выпускникам КФУ, которые и вышли в финал турнира. Во втором полуфинале встречались выпускники КГУ и сборная аспирантов и сотрудников КФУ. С первых минут выпускники КГУ показали мощный настрой на победу, нанося постоянные атаки на ворота соперника. Однако сборная аспирантов и сотрудников не собиралась постоянно играть вторым номером. Им также удавалось штурмовать ворота вратаря соперника. Однако мастерство игры отдельных игроков команды выпускников давало о себе знать. Во втором тайме голы ворота сборной аспирантов и сотрудников сыпались один за другим. Как итог, разгромный счет на табло и проход выпускников КГУ в финал турнира. Матч за третье место, где встретились магистранты и сборная сотрудников и аспирантов, можно по праву назвать драматичным. Ведь на протяжении всего матча первым удавалось удерживать преимущество в один мяч. Однако под занавес второго тайма два мяча в исполнении команды сотрудников и аспирантов позволили ей вырвать бронзовые медали турнира. В финальном матче воскресного вечера сошлись сборные выпускников КГУ и выпускников КФУ. Этот матч по накалу однозначно обошел все остальные, ведь после двух пропущенных мячей в начале матча сборная выпускников КФУ смогла собраться силами и отыграться на последних секундах матча, тем самым переведя игру в серию после матча в пенальти, которую они же и выиграли с перевесом в один мяч. Таким образом, сборная выпускников КФУ обладатель золотых медалей турнира, а ее капитан Дамир Ахмедшин стал победителем турнира в рекордный шестой раз. Евгений Романов, Неделя спорта. 10 декабря в спортивном комплексе «Уникс» прошел очередной матч в рамках чемпионата студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. В этот раз на площадку вышли команда Казанского федерального и сборная КНТУ КАИ. Подробнее нам расскажет Максим Жаробоев. К официальному началу времени матча 19.30 все болельщики и зрители заняли свои места на трибуне и ждали лишь появления игроков на площадке. Спортсмены обоих институтов не стали медлить с началом и тут же вышли на поле. Построившись на площадке, они поприветствовали друг друга быстрым рукопожатием и после разошлись по своим позициям. Игроки готовы, болельщики заряжены, звучит свисток судьи и игра началась. Команда КФУ до начала матча считалась фаворитом в сегодняшнем состязании. И никто не ожидал, что спортсмены КАИ дадут настолько сильное сопротивление уже в первой партии. Федералы то ли из-за своей расслабленности, то ли от сильного напора соперника начали пропускать мяч один за одним. Что и заставило тренера взять тайм-аут при счете 3-7. Не в пользу хозяев площадки. После возобновления игры ситуация сильно не поменялась. Подача команды КФУ и после игры на втором этаже игрок под седьмым номером команды гостей при приземлении получает травму голеностопа. Партия остановилась и на поле выбежал врач и помог травмированному спортсмену. Несмотря на травму, гости все так же пробивали защиту КФУ и забирали почти каждое очко после своих подач. Первая партия подошла к завершению и счет на табло зафиксировался на отметке 17-25 в пользу КАИ. Команды поменялись местами и продолжили игру. После перерыва хозяева взяли полное преимущество над соперником и вынуждают их при счете 2-7 брать тайм-аут. Возвратившись на площадку, игроки команды КАИ не смогли сильно изменить ход игры и все так же пропускали мощнейшие подачи своих визави. Команда федералов просто громила гостей и вынудила вновь взять тайм-аут уже при счете 5-15. Вторая остановка игры также не помогла гостям и партия была за хозяевами и команды ушли на перерыв при счете 25-15. Третий сет по темпу игры был ближе к первому и это отразилось на табло. КАИ активно притинговал соперника и пытался забрать каждую свою подачу, но федералы не собирались с легкостью отдавать очки и после активной половины партии тренер гостей берет тайм-аут. Не сказать, что после разговора с тренером команде удалось качественно изменить игру и после сигнала судьи партнеры по сегодняшнему противостоянию уходят на еще один перерыв. Со счетом 25-21 в пользу хозяев. Четвертый сет не стал удивлением для зрителей, но несмотря на активную поддержку болельщиков в команде Кнетука и не удалось оказать сильное сопротивление в ответ на наступление федералов и они совершенно расклеились при счете 13-7. КФУ с легкостью забирал заслуженные очки, поэтому первым дошел до рубежа в 25 очков. Общий счет встречи 4-1. Почему такие качели на протяжении всей игры? Казалось, что вы уже идете на счет 2-2. Да, видимо, эмоционально перегорели перед игрой сами. В принципе, должны были легко забирать, но соперникам терять нечего. Они на полную раскрепостились, играли, как в последний раз, а мы наоборот зажались, что-то ни у кого не получалось. В итоге вот и получилось. Нормально. Победили и нормально. Поздравляем с победой Казанский федеральный. Максим Журовоев. Неделя спорта. 15 декабря на площадке КСК КФУ «Уникс» прошли соревнования по шахматам и настольному теннису в рамках спартакиада студентов и аспирантов. О том, кто стал лучшим в данных дисциплинах, нам расскажет Ксения Уваровская. Воскресным утром лучшие шахматисты и теннисисты КФУ собрались в «Униксе», чтобы принять участие в спартакиаде студентов и аспирантов. Тиканье секундомера, стук шахматных фигур о доске и сосредоточенные взгляды – вот что мы увидели на соревнованиях по шахматам. Участики продемонстрировали свое терпение и усидчивость. Игра в шахматы формирует правильное отношение к достижению целей и умение принимать проигрыш. Именно правильная тактика и усердие определили победителей шахматного турнира. Остальные же участники приобрели бесценный опыт и получили положительные эмоции от соревнований. В отличие от шахматной партии, где у игроков есть время подумать, в настольном теннисе принимать решение нужно мгновенно. Этот вид спорта требует от участников умения быстро ориентироваться в пространстве, а также молниеносную реакцию. В соревнованиях по теннису приняли участие 17 команд, которые были разбиты по группам. Команды состояли из двух девочек и мальчиков, что делало игру команд эмоциональнее. В групповом этапе независимо от счета играли в микс, общий счет которого должен был составлять 5 очков. В случае равенства игрался микс, в котором попарно участвовали девочки и мальчики. Игра длилась до двух побед. Именно такая ситуация произошла в финальном противостоянии между командами Института фундаментальной медицины и биологии и Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Все присутствующие следили за ходом игры. Волнение переполняло каждого. Буря эмоций и переживания за результат заполонили весь зал. Казалось, что эти команды в равной степени достойны победы. Но все-таки после напряженной борьбы определился победитель. Теннисисты ИФМИБА стали лучшими в этом чемпионате. В свою очередь, спортсмены ИСФНИМКО впервые за долгие годы стали призерами в настольном теннисе. Спортогляда студентов и аспирантов подарила учащимся возможность провести выходные с пользой для себя и своего института. Живите спортом и болейте им. Ксения Уваровская, Евгений Романов. Неделя спорта. Вот такими яркими событиями нас порадовала прошлая неделя. Ну а что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале Универ ТВ. Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!